Подразделения группировки войск в центр на Красно-Лиманском направлении отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения в районах Торского и Червонные Гибровы. Ударами авиации огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады в районах Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 150 военнослужащих. Танк, два бронетранспортера, 122-мм гаубица Д-30. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Сватова Луганской Народной Республики. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантов штурмовых 17-й механизированных бригад в районах Малой Токмачки, Гербового и Работина. Потери в ИСУ составили до 90 военнослужащих, 5 автомобилей. На Херсонском направлении в результате действий подразделения российских войск, огня артиллерии, ударов авиации, потери противника составили до 100 военнослужащих, 3 автомобиля, 152-мм гаубица 2,65 мста Б, 122-мм гаубица Д-30. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новая Маячка и Горностаевка Херсонской области. Подразделения группировки войск Восток на южно-донецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили 3 атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Новомихайловки. Нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах Парасковиевки и Макаровки. Потери противника составили до 65 военнослужащих, 3 пикапа, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 2 гаубица Д-30. На Купянском направлении слаженными действиями подразделений западной группировки войск ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплением живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск, Терне. Потери вооруженных сил Украины составили до 15 военнослужащих, 2 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Котлеровка, Харьковской области. На Донецком направлении подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерии отразили 11 атак, нанесли поражение живой силе и техники ВСУ в районах населенных пунктов Красная, Аделеевка, Кирова, Георгиевка. Противник потерял до 200 военнослужащих, 4 танка, в том числе 1 Леопард 2, боевую машину пехоты Брэдли, 3 автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Краб польского производства, 2 152-мм гаубицы 2А65 Мстабе, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 Акация, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 Гвоздика, 2 122-мм гаубицы Д-30. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Маренко, Победа ДНР, а также 6 реактивных снарядов РСЗО «Химарс» и «Ураган». Позывной кожу. Командир расчета минометной батареи. Работаем со 120-х минометов. Максимальная дальность стрельбы 7100, минимальная 900 метров. Работа будет производиться в зависимости от того, сколько будет у нас целей. На данный момент планируется как минимум 2 цели по 1. Расстояние от 3,5 км. Миномет! Вот она птичка с подвесом также. Установлен подвес специальный, самодельный. На кнопке сброс он отрабатывает, сбрасывает и дальше улетает. Нужно обезвреживать, потому что неизвестно, что может быть еще.